Это необъяснимо, но в анекдот шоу пришел Сергей Дружко. Здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Как ваше настроение? Пока приподнятое. Надеюсь, не испортите. Сегодня, когда я каждый раз водила вашу фамилию в свою заметку, Т9 исправляла на Дружок. Если бы у вас была фамилия Дружок, какова была бы ваша судьба? Я бы, наверное, бегал где-то с круглым хвостом и был бы счастлив любой косточки. Это так мило. Как стать героем мемов? Слушайте, ну это очень долгий жизненный путь, непростая судьба, и в результате ты становишься заслуженным мемом России. В какой момент вы решили податься на Ютуб? Ну, лет, наверное, за 15 до того, как Ютуб вообще появился, у меня возникли эти мысли. Единственное, что путь, опять же, к реализации этих мечт, он оказался долгим матернистом. Но, как вы знаете, и как знают многие, все случилось, случилось неплохо. А какой был вопрос? Вопрос был таков. У кого лучше чувство юмора? У мужчин или у женщин? Ну, у детей неплохой, если уж на то пошло. Ну, по крайней мере, вот мой младший, он зажигает. Самый важный вопрос. Кто красивее? Вы или я? Если бы я был приличным человеком и неплохо воспитанным, то, конечно, бы я сказал, что вы. Так, но... Но, учитывая испорченность характера, вредность и, как я уже говорил, нелегкую судьбу, поэтому скажу, что наш оператор. Я думала, вы разобьете мне сердце, но нет. Я желаю вам побед, хорошего настроения, отличных шуток и... Спасибо. Реальный пацан. Владимир Селиванов. Здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. С чем вы к нам пожаловали? Я с кофе. Больше ничего у меня нет. Так, все? Больше ничего особо нет? Все законно. Да, но, если честно, жанр анекдотов я не сильно поддерживаю. Я запоминаю время от времени, которые меня сильно насмешили, но потом их опять забываю. Поэтому мне было сложно подготовиться к вашей программе, но я постарался, правда. Красота или ум? Ум. Ум или юмор? Юмор. Юмор. Я понял, что мне нужно все время второй вариант выбирать. Подождите, подождите, сейчас самое важное. Юмор или деньги? Юмор. Вот видите, вы нарушили эту цепочку. Кто красивее? Вы или я? Конечно же, вы. Вы меня балуете? Я имею в виду, это ответ на первый вопрос. Вы или я сказал вы? А с вами весело, вы посмотрите как. Я желаю вам хороших шуток, победы, счастья и здоровья. Спасибо большое. Поехали. Так вот, заходит как-то к медсестре пациент. Продолжение анекдота смотрите в нашем шоу. Сегодня в анекдот-шоу великолепная Алиса Бокс. Здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Как вы поживаете? Как ваше настроение? Уже лучше, спасибо. Я вот увидела вас и стала намного лучше. Я сейчас покраснею. С чем вы к нам пожаловали? С директором. А анекдоты? Да, он меня научил паре анекдотов по дороге. Я надеюсь, я не забуду и не ударю в грязь лицом и не начну рассказывать с конца. Влияет ли как-то погода на ваше настроение? Погода влияет на мои волосы. Они в мокрую погоду вьются, а на настроение нет. Анекдоты лучше с матом или без? Если хочется с матом, то лучше с матом. То есть заменять... Из песни слов не выкинешь, да? Да, да. А если все, один сплошной мат? Ну, бывают и такие анекдоты. И как вы думаете, заходят они? Я думаю, что они больше даже заходят. Давайте представим, что шоу-анекдот, такого нет названия вообще в природе. Как бы вы назвали это шоу? Смехочки. Я бы продолжила, но меня будет смотреть мама. И на такой замечательной ноте я... Теперь я попроснела. Я тоже немножко. И на такой трогательной ноте... Трогательной. Да, и трогательной ноте. Конечно, трогательной ноте. Да. Я пожелаю вам хороших шуток и победы. Спасибо. Спасибо. Капитан команды «Русская дорога» Алексей Кривеня. Здравствуйте. 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 Как ваше настроение? Все отлично, все хорошо. Вот первый раз позвали на шоу. Такого плана. Будем пробовать шутить. С почином вас. Скажите, у вас много денег? С собой. Ну, как бы вы ни ответили, нам не важно. Ведь важно чувство юмора. Как вы оцениваете вообще ваши чувства юмора? У меня, наверное, чувства юмора больше, чем денег. На данном этапе в моей жизни. Хорошо. И на такой трогательной ноте, и даже веселой, я пожелаю вам успехов, хороших шуток и победы. Спасибо большое. Пау!